Так, дорогие друзья, как говорится, идя навстречу пожеланиям трудящихся, повторяю, повторяю свой анализ на соотношение американского доллара и русского рубля. Ну вот вам конкретные цифры теперь озвучиваю, конкретно соотношение, сколько стоит сегодня 1 доллар. Значит, у меня показывается, что в пятницу Форекс, да, получается это, не имеет значения, короче говоря, закрылся рубль на отметке 58 рубля 32 копейки. Вот оно справа написано, 58.32. Вот смотрите, вот смотрите. Вот 67 с чем-то, с копейками, да. А вот максимальная цифра, которая была. Ребята, видите, вот максимальная цифра. 85 долларов, ну почти 86. Почти 86. 85, 90 там где-то так, да. Вот я показал о том, что как только вы увидите ниже вот этой цифры 61 доллар, 61 рубль 78 копеек. Вот здесь показано. Я полагаю, так цифры будут видны. Да? То мы идем сюда, вот в этой точке, а здесь 55, 54, да. Как только мы пробьем вот эту линию вниз, то есть сколько бы мне не говорили технические, не технические, точнее, вообще непонятно какие аналитики. Вот. Это все цирк, детский сад и расчет на, ну как по-русски лохов, да, правильно? Я уже давно забыл, как это называется, жаргон этот. Короче говоря, вот видите, вот мы в этом рендже находимся, в этом канале, что ли, да. И как только мы пробьем, то есть сразу надо продавать доллар, покупать рубль, ну что-то тут непонятного. Но, конечно, проще всего спросить у кого-то и кому-то поверить, непонятно кому, еще раз. И чем я отличаюсь от них, почему надо верить мне? Ну, потому что, наверное, все-таки 20 лет занимаюсь, первое, второе, все-таки я понимаю, что и для чего мы это делаем. И материальный аспект здесь имеет значение, но как вспомогательный. А весь мир мотивирован зарабатыванием денег. А вот просто мы хотим все больше и больше накапливать. Короче, об этом я уже объяснял в видео. Вот, видите, я показываю, посмотрите, время, день идет за днем, месяц за месяцем. Мы приближаемся, и вот первый показатель, ребят, мы пробили это. Когда это было? В октябре месяце, в октябре месяце. Вот здесь мы чуть-чуть, но пошли вверх. Вот здесь мы чуть-чуть и пошли чуть-чуть вверх. Как только мы еще чуть-чуть ниже пойдем, 61.50. Ну, для этого надо заниматься, конечно, если вы хотите, так сказать, зарабатывать на этом и знать, куда мы идем. Потому что хотя бы только вот это уже говорит о том, что можно зарабатывать много денег, если вам это надо, конечно. Окей, смотрим дальше. Еще раз, видите, хвостик. Видите? И каждый раз я показываю. Хвост, хвост, хвост. Видите? Каждый раз стрелочка. До того момента, пока мы сюда не пройдем. Вот здесь еще больше. Опять отскочили вверх. Видите? Кто-то хочет, ребят, кто-то хочет нас выбить из этого дела. Кто-то хочет нагреть на нас руки. Видите? То есть, есть такое понятие sell short по-английски, да? Или так, ну, скажем так, играть на понижение, да? Про счет того, что мы пойдем сюда. И вот мы здесь, все же видят это, не только я один такой умный, да? Условно говоря. То есть, вот этот хвост показывает о том, что мы идем ниже. Но пока что временно мы пошли, видите, куда. То есть, мы бы тут много проиграли. Здесь 62, тут 67. Уже почти. И вот последний раз, если мы это пробьем. Смотрите. Первый раз. Второй раз. Третий раз. Четвертый раз. Пятый раз. Шестой раз. Вот здесь. Седьмой раз. То есть. То есть. Вот эта линия нам даст чуть ли не стопроцентное подтверждение того, и здесь много можно зарабатывать, того, что мы идем вниз. И первый наш таргет вот 59,8. Второй 57,9. Это количество рублей, сколько будет стоить наш доллар, да? Он будет стоить 59,8. 57,9. Но главный таргет наш будет здесь. Здесь находится 55,4. Вот, дорогие друзья, какие 37? До 37 далеко. Мы должны идти степ-бай-степ. По ступенечкам. Ну, давайте мы до одной дойдем. А когда мы увидим, что мы ее пробили, так мы пойдем сюда. И так далее. Понимаете? Закон такой. Ну, правило такое, точнее. Вот. Значит, давайте смотреть. Что было? Декабрь месяц. И вот я показываю. В конце концов. Ну, когда-нибудь мы пробьем это. Видите? Видите? Пробили. И опять пошли вверх. И вот эта точка входа в маркет. И мне все равно, как высоко мы пойдем сюда. Я знаю, что мы пойдем сюда. Смотрите. Видите? Точка входа была. Еще выше пошли. Но пошли в то же время ниже. То есть, этот уровень пробит. Это линия поддержки. Или суппорт. Сколько бы мы ни. Видите? Я же это где еще нарисовал? Вот здесь я это нарисовал. О том, что мы пойдем сюда. Я это нарисовал вот где. С этой точки к этой точке. Присли сюда и пошли вверх. Как только пробиваем этот уровень, придем сюда. Видите? Пробили. То есть, мы идем здесь. На каждом этапе можно зарабатывать деньги и немалые. Февраль месяц. Конец февраля. Вот это точка покупки рубля. И мы идем сюда. Ребят, 55, а здесь 58. 55 и 58. 3 рубля. Сколько это процентов? 12. Правильно? Примерно. 3,50. 12,11. Не, больше. 3 рубля от 50. Это сколько? Что-то я совсем... Нет, 6 процентов. Простите. Да. 5,5 процентов. Хотя мы сейчас были... Сколько у нас? 58. А здесь будет у нас 55. Да. 3 рубля примерно. Ну, я вам хочу сказать, что... Не знаю, кто имеет в России 6 процентов годовых. А тут не годовых. Тут гораздо больше. Тут гораздо быстрее это все произойдет. То есть, все очень просто. Вот эта линия была суппорта. Линия поддержки. Видите? Сюда вверх. Сюда вверх. Сюда вверх. Сюда вверх. Пробили. Пробили. Подтянули сюда. Вот поэтому я сказал, здесь покупка. И мы идем вниз. Ну, конечно, мы можем пойти еще выше. Но вот здесь процент вероятности очень высок. Все, дорогие друзья. Надеюсь, это было более понятно, чем в том видео, которое я сегодня в уроке показал. Спасибо. Будут вопросы? Пишите. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok